В нашей Вселенной открыто множество чудес света. И об одном из них я хочу вам рассказать. Это созвездие. Созвездие — это явление необычайно изящное, а также удивительный феномен. Ещё в давние времена наши прародители без каких-либо технологий восторгались немыслимыми, мелкими, яркими крупинками на небе. Многие астрономы умеют прогнозировать будущее по местоположению звёзд. Даже древние люди предвещали климатические катастрофы, большие урожаи. По звёздам можно найти ориентир. Корабли и туристы обязаны были полагаться на созвездие звёзды для того, чтобы понимать и знать, куда они направляются. Самым значимым созвездием была Малая Большая Медведица, а также Полярная Звезда. Большая Медведица — это одно из особенно знаменитых и известных объектов на небе, которое знакомо фактически всем людям. Это созвездие имеет мощное сходство с сияющим ковшом. Его возможно увидеть без усилий с любой точки земного шара. Полярная Звезда, можно сказать, что самая известная, а также красочная созвездия. Именно она является ориентиром для астрономов. Вы когда-нибудь видели своими глазами чистое ночное небо? Я нет, но всегда хотела посмотреть на прекрасное ясное небо. Каждый день, если посмотреть на небо, можно увидеть множество ярких маленьких фитильков, которые создают необычайную красоту. И лишь на миг можно потерять мысли обо всем на свете, когда полоса нашей галактики рассекает весь небосвод. А звезд так много, что начинает кружиться голова. Все дела и проблемы на миг утопают в бескрайних глубинах космоса. А может быть, напротив, наше сознание проваливается туда в небольшую необхватную пустоту звездного пространства. И каждая житейская суматоха остается тут, с нами. Вы когда-нибудь задумывались, откуда берутся звезды? Оказывается, они так же, как и мы, рождаются, растут и умирают. Только вот живут они намного дольше, чем мы, несколько миллиардов лет. И именно поэтому сильно затрудняют жизнь астрономов. Ведь они не могут до конца проследить все стадии развития звезд. Но все же у ученых есть вероятность следить за звездами, находящимися на различных стадиях жизни. Звезды можно назвать облаками, которые состоят из газа и пыли. Они сжимаются и поэтому притягиваются друг к другу. Когда идет стадия притяжения, внешние слои звезды нагреваются до нескольких тысяч градусов. Поэтому можем увидеть ее яркость. Но со временем слои начинают остывать и она тухнет. И в заключении хочу вам рассказать интересный факт о падающей звезде. Все мы видели и даже загадывали желание на падающую звезду. Я всегда думала, что звезда падает просто потому, что срок ее пришел. Но к моему удивлению, прочитав целую кипу научных материалов, я узнала, что падающая звезда – это просто метеорит. Представляете, просто горящий метеорит, который по различным причинам в любой момент может просто упасть на Землю. Субтитры создавал DimaTorzok